В предстоящую субботу, 1 июня, Чебоксары станут большой праздничной площадкой ко дню защиты детей. Но в поддержке взрослых дети нуждаются каждый день. В начале года администрация столицы утвердила план проверки детских садов на безопасность. Сегодня очередь дошла до детсада номер 10. Мы переходим дорогу. На какой свет? Вспоминаем. На зеленый. Почему нельзя переходить дорогу на красный? Зачем мыть руки перед едой? Можно ли заходить в лифт с незнакомым человеком? Элементарным правилам безопасности в игровой форме воспитатели Чебоксарского сада номер 10 учат детей постоянно. Пойдешь с нами, если мы тебе куклу Барби сейчас дадим очень красивую, пойдешь с нами? Нет, почему? Потому что у нас есть дома куклы. Так, а если котят, покажем красивых пушистых маленьких, пойдешь? Однако знания, как вести себя в той или иной ситуации, не защитят от всех угроз. Создать условия максимальной защиты от разных ЧП должны взрослые. Способы эвакуации. Первое, на что обращает внимание межведомственная группа антитеррористической комиссии. Всего там будет эвакуация, которая будет за пределы детского сада. Должно быть на засов всегда, по всем требованиям. Потому что, чтобы в экстремальных ситуациях, люди должны быстро сориентироваться и открыть. Не искать ключи. Чем проще, тем лучше. На случай, если, к примеру, пожар случится в коридорах, запасные выходы есть и в группах. А чтобы пути, которые должны быть спасением, не стали угрозой несанкционированного доступа, под контролем каждая дверь. По всей территории, около каждого входа установлены камеры видеонаблюдения. Если вдруг сотрудник заметит, что это не корреспондент с микрофоном, а злоумышленник с явно недобрыми намерениями, с помощью тревожной кнопки он сможет вызвать спецслужбы. Проход в здание только через видеодомофон. Задаем вопрос, почему такая же система не распространяется на калитке? Мы же жилой дом, и наша дорога является противопожарной дорогой дома. Мы не имеем права ее закрывать прям капитально. Вот в чем дело. Состоянием системы безопасности в этом детском саду специалисты остались довольны. А вот мы нашли недостаток. Так этот самый пожарный проезд, из-за которого нельзя закрыть калитки, занят припаркованными машинами. А значит, в случае возгорания драгоценное время будет упущено. Водителем одной из них, кстати, оказался один из проверяющих. Ольга Пырочкина, Бахтиар Велиев, Республика.